Без клятвы паспорт не получить в Новосибирске сегодня присягали на верность Российской Федерации. Напомню, каждый иностранец, который планирует получить гражданство нашей страны, должен пройти эту процедуру. Борис Киргенеков о тех, кто учит не только строчки присяги, но и историю другой страны. Я, Мишевская Галина, добровольно и осознанно принимаю гражданство Российской Федерации. Клянусь, соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан. Исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества, защищать свободу и независимость. Именно так звучит присяга на получение гражданства в России. С 1 сентября это обязательная церемония. Без нее получить российские паспорты иностранные граждане не смогут. В зале больше сотни будущих россиян, в основном из стран ближнего зарубежья. Среди них Алина Слугина, студентка Новосибирского государственного техуниверситета. Приехала в Сибирь из Восточного Казахстана. В планах остаться и жить в России. Занимаюсь робототехникой. Сейчас развиваем в Новосибирской области это направление достаточно успешно. Ну и планирую в этой же сфере дальше развиваться. Ни в коем случае уезжать обратно я не собираюсь. Я же приняла гражданство Российской Федерации сегодня. И планирую здесь, в России дальше развиваться. После присяги и подписи документ прикрепляют к личному делу новых граждан России. Получить паспорт они смогут в течение месяца. В основном у нас здесь граждане находятся наши соотечественники. То есть те лица, которые принимают участие в государственной программе по добровольному переселению соотечественников из-за рубежа. Их процентов 80. Остальные граждане, да, это которые в упрощенном порядке приобрели гражданство Российской Федерации. Принесение присяги не касается иностранцев до 18 лет, либо недееспособных. Кроме того, для получения гражданства надо сдать экзамены по русскому языку и истории страны. С начала года в Новосибирской области российский паспорт получили около 1100 иностранных граждан. Борис Киргенеков, Алексей Погодин. Новости ОТС.